Я на ютюбе ваш ролик посмотрел. Только не выключайте сразу-то. Хорошо. Не выключайте. Вы давно читали эту книгу? Я говорю, я на ютюбе ваш канал посмотрел. А как вы смотрели его? Ну, на ютюбе, во свете библии. Ну, а вы знаете, что кроме канала у нас есть еще и сайт, и форум? Да, да, все знаю. Вот как? Я в эту рулетку зашел из-за вас, вас увидел и сюда зашел. Ну, я на рулетке, мы пришли людям возместить истину, чтобы знали, что Пасха будет и прочее. Так у вас, может быть, и вопросы какие-то есть? Ну, я хотел вам позвонить попозже, если что. А вы как меня звать, величать, знаете? Игнатий Лавкин. Правильно. Если вы это озаряете в скайпе, вы можете выйти сразу на меня. Я один... Я вам год назад звонил. Да вы что? Я гляжу лицо, что-то знакомое. Я долго минут на десять. Если есть ваши вопросы, вы знаете, вот у нас тут последнее время за отца Владимира Головина, священника тут, борьба идет. Да, да, да. Да. Из-за него тут заступился шахматов Алексей. Я как раз жду это видео на канале Шахмата. Вот. Я каждый день захожу. Он к нам уже приехал? Вот. Вот. Алексей сегодня приезжает в Барнаул, чтобы у меня интервью взять. Вот. Я как раз это видел, то есть он анонсировал это, и я как раз жду, когда он выложит это. Вот сегодня мы его встречаем. Сегодня пресс-конференция будет, и интервью берут. Мы... Нас встречают его. А потом мы выставим ролик, если Господь благословит, по-божьему. Потому что... Он потому что говорит, что он на этой неделе планировал приехать. Вот сегодня вечером встречают его. В 5 часов 20 минут, кажется, по местному времени. Ну, понятно. Ну, он сразу в гостиницу, а мы сразу туда подтягиваемся. Угу. Готовят вопросы. Вот. Я уже ни одного человека тут встречал, которые на наших ресурсах бывают. А вот на сайте, если на сайт заходите, вы видите, сколько там у нас богатства. Там и книги, там аудио, 50 книг насчитанных. А у меня, знаете, какой вопрос? Вот вы говорили, что, чтобы быть благословенным, нужно два пункта выполнить. Да. То есть, 10 пунктов, ну, то есть, там, евреев не осуждать и платить десятину. А какие еще остальные? Посередине там может быть много, разные заповеди. Но первое, первоначальное, никогда не хули детей Авраама, проклинающий проклят будет. И последнее, пророк Малахия, последний пророк говорит, плати десятину и будешь благословен. А остальные, чти отца и мать, такое там, ну, все там, благословений много божьих. За словословие, за благодарность, Бог благословляет. Кто заботится о сиротах, о вдовах. Но первое и последнее, я два столба показываю. А десятина, например, лучше вот именно прямо в церковь отдавать или... Священнику... Или на добрые дела, например, это то же самое? На добрые дела. Вы ему скажите, если в церкви идет торговля, то отдавать не надо. Они от торговли живут. Поэтому десятина должна идти к Богу. К Богу, через священника. Если торговли нету, нигде нету. И ни за крещение, нигде ни свечи не продают. Тогда ему отдать, чтобы он мог прожить. Тут одно условие, что он не торгаш. Ну, а если там, не знаю, пожертвовать куда-то именно... Ну, то вы найдите, кому пожертвовать. Бывает, дети осиротели. Ну, вот это считается тоже как... Конечно, это ваше. Вы, допустим, зная где-то такой духовный голод, а вы купили Евангелие, раздали. Это на десятину, которые деньги-то. Это во славу Божию. Но при условии сначала узнаете, священник нуждается или нет. Где вы причащаетесь. Если торговли нету, то отдайте. А торговля есть, уже не надо. А вот из Ветхого Завета, там же как бы все равно что-то уже отменено, правильно? То есть, например, там, вот я читал, что если там сел на место, где женщина сидела, у которой дни определенные, что ты там нечистый, например. Сегодня это никакое значение не имеет. Вот. А почему, наверное, там борода это имеет? А имеет. А потому что это в житиях сказано. У нас есть правила. Новая скрижаль. Описывается какие? Каноны. Книга правил называется. И поэтому эта нечистота на других не распространяется. Для человека, омытого кровью Христа. Нету. Там написано было, ну, допустим, 11 глава Левит. Чистые и нечистые животные. В Новом Завете 2.5 прямо говорит. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно, если принимается с благодарением и молитвою. То есть христианины, китайцы бывают, они змеи едят там, французы, лягушек. Это в вину не ставится. Лишь бы молился и перекрестился. А в Ветхом Завете нельзя было. Я вообще, когда ваше видео посмотрел, как бы даже, ну, помолился, чтобы вот когда кто-то зашел, чтобы, если угодно, чтобы с вами встретиться. Вот как? В чат-рулетке. Это Господь просто так открыл. Потому что сегодня ровно 30 дней, как умер Сергей Козлов. парализованный. А он 2 ролика поставил, а я тогда увидел, я вижу тут яму, садом и гамор. И думаю, мне там надо побывать. Сегодня 3 месяца. И у меня уже составлено 326 роликов. А еще вот вы говорили, что вы там часто молитесь, и вас Бог прям сразу, ну, часто ответ дает сразу. Что сразу? Ну, как бы сразу часто ответ получаете. Ну, да. Ну, иногда сразу, иногда не сразу. Я знаю, что Бог слышит. Он живой Бог. Живым людям на живую молитву он отвечает. Он живой Бог. Вот сегодня приезжает Шахматов, и мы объявили буквально по всему миру нашим друзьям. Все молятся об этом. Молятся, чтобы все было благословенно. Потому что неизвестно, как и что будет. И вон, как обратил, он сейчас, видите, даже название своего канала, он там Богема был, а сейчас уже о вере там вставил. У него какая-то работа идет. А какая, Бог его знает. Да, интересно, но как бы неизвестно, насколько там все искренне. Да, мы не знаем, может быть. Но сегодня я должен ему все сказать. Надо молиться, чтобы было это приемлемо. А завтра утром он у нас будет на литургии. С соглашенными мы его выведем сразу положено. И потом у нас будет трапеза, собрание. А вечером его отвезут уже в аэропорт. Так что, если будет возможность, тоже помолитесь, чтобы по-божески было. Как Богу угодно. Мы не знаем ничего. Я вижу, он за отца Владимира Головина начал собирать 100 тысяч подписей. Ну, это где-то и играет какую-то роль. А тут никакой роли не играет. Патриарх не будет на эти наши закорючки смотреть. У него каноны. А если он каноны нарушает... Вот меня спрашивают, как я считаю, беззаконно поступили с отцом Владимиром. Он не виновен? У него ничего нет достойного снятия сана. Вот католики за 2000 лет, греки, от которых мы получили, за 2000 лет ни с одного не сняли сан. Запрещается в служении, и все. Он удостаивается той же честью. Он не может никого благословлять. Форму может носить. А у нас мишка хватает. Раз его и... Это неправильно. Я смотрел, адвокаты разбирают по порядку его обвинения. Ни одного обвинения нету, которое доказано. Нету. Надо помнить, что мы все смертные. Суд без милости, не оказавшему милости. Это очень подходит к этому месту. А вы я сейчас покажу вам книгу. Вы такую книгу видели? Ну, я скачивал давно, как бы. Ну, это вот такая книга. Там список вопросов... А, да, я давно читал, может, год назад. Да-да-да, это я думаю. Я в интернете скачивал с вашего... Да-да, если на сайт зайти, там все книги есть, можно... А по этой книге разные диссертации защищают уже. Тут материалы огромнейшие. Сорок лет материалов подбирал. Вот о крещении, допустим, Ефрем Сирин сказал. Два раза только он сказал. А где это? Шесть томов. Покажите где. Я должен все просчитать. Иоанн Затаус сказал три раза. А где? Двенадцать томов. Я должен их просчитать. И вот это все собрано. Что говорили святые отцы? Ну, конечно, главное, это что святая Библия говорит. Понятно. Еще вопросы есть какие? По Писанию, по жизни, по обстановке. Мало ли что. Может быть, Бог даст ответ. В Писании, что женщина спасается чадородием. Вот вы как это можете? Женщина что? Спасается через чадородие. Спасается через чадородие, если прибудет. О, если прибудет. А теперь найдите, у кого они прибудут. Если старец умывала ноги святым, найдите одну хотя бы, чтобы она ноги умывала. Она, может быть, мужа пьяница отмывала. Святым, проповедником. А я вот недавно такое толкование увидел, что это вообще говорится про рождение Иисуса Христа. Нет, 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 нет. Никакого отношения к этому не имеет. Написано вдова. Какая что, богородица вдова была разве? Нет, 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 нет. То есть это говорится про какую-то женщину, но отсылается, что она спасется через чадородие, как бы, что через рождение Иисуса Христа. Нет, через свое чадородие, если дети у ней есть. А дальше это воспитало. Ясно показано, что не о Христе речь идет. Слово чадородие, а дальше поясняется. Если воспитало. А кого воспитало? Христа. Ну, это надуманное. Это чисто немецкая хитрость, как колыванский муж пишет Николай Семенович Лесков. На сущный, а он говорит, над сущный. Ну, понятно. А еще вот есть там слова после Павла, что там, если ты раб, то избери лучшее. Как? Ну, там, если ты раб, то оставайся в своем же положении. И там есть три толкования, они все противоположные. То есть первое, что если ты раб, оставайся. Второе толкование, что если ты раб, то наоборот, как бы, уйди, если можешь. На один и тот же стих вот так толкует. Это не повеление, это разрешение. Выбор твой. Ну, как бы, сложно понять, найти, какое истинное толкование. Ну, смотрите, в Ветхом Завете написано так. Допустим, он поступил, работает, а у него там рабыня. А рабыня, она не может уйти никуда. Она может быть продана. И он ее полюбил. Полюбил и детей нажил. А выкупить он ее не может. И тогда он говорит, хозяин говорит ему, если ты хочешь, можешь остаться, но будешь рабом. Он подведет его к костяку и ухо проколит шилом. И он теперь раб будет, и дети рабами будут. А что такое раб? Ну, это крепостное право. Я к тому, что сложно толковать. Каждый стих там по-разному многие толкуют. Прямо противоположные вещи. Ну, а как? Ну, как бы ни было, мы должны сначала взять оригинал, о чем говорится. А потом в духовном. То, говорят, в вербальном понимании надо. То надо там экстраполировать из тысячелетий. Добавлять наше понимание. Пусть и так будет. Но не вопреки ни одному месту Писания. Вот сектанты берут, оно вырвало Егова. И дальше он не может сдвинуться. Егова это правильно, но он и Саваоф назван. И дверью, и пастырь. Почти 500 названий. Сектант, сектант, это узор взгляда на истину. А мы православные. Мы должны смотреть, как святые отцы толковали. Они, бывает, они не противоречат. Они как бы расширяют наш кругозор. Понятно. Ну, да. Бывает что-то совсем небольшое, и начинается разногласие, разночтение. Ну, то узнал, узнал. Вот Филиохвы с католиками. Я никогда с католиками не спорил. Ни разу, ни одной минуты. Почему? Они имеют рукоположение от апостольских времен. Но у них столько ереси. Папа бритый. Претендует на главенство над всеми. Проще. Это неприемлемо нами. Ну, я читал, они как бы подражают ангелам, поэтому... Подражайте ангелам. Крылья-то почему не прилепил? Ангелам. Ангелы не ходят на двор, а ты ходишь. Что ты... Глупости какие подражают. А Христос не подражал? Почему с бородой? Почему пророк Иеремия, Исаия, все с бородами? Или я? Кому они подражали? Что тут дури маются? Ангелы. А сколько у них за педапелию-то храмов продали, чтобы выкупить своих священников? А ангелы тоже мне. Ну, в России же сейчас тоже вот это вот, да, Кураев пишет? Ну, это правильно, но не ангелы. Ангелы. Какие ангелы мы? И же херувимы поем. То есть мы, стоящие здесь, изображаем из себя херувимов. Правильно. Сцена получится. Но надо соответствовать этому. То есть отречься от мира. Трудиться в мире. Не из мира Господь берет. Надо же, ну, не игру какую-то устроили. Помни, что есть грех. И дальше там все уже по-другому выглядит. А если я умру в эту минуту? Где моя душа будет-то? Начало мудрости, страх Господень, разум уверенных, соблюдающий заповеди. Притча Соломона 1.7. Если страха Божия нет, ничего и нету. Все позволено. Интересно, вот когда Солженицын Александру Исаевичу Нобелевскую премию присваивали, и он там сказал, говорит, я еще в детстве слышал, вот люди там такие злодеи, люди забыли Бога, тире, отсюда все. Весь уголовный кодекс на каждого ложится. Забыли Бога. А раз Бога нет, почему не брать? Почему не воровать? Почему взятки не брать? И поэтому страна из-за них коррупции состоит. Каждый год почти миллион убыли населения. 120 миллионов по борту сделано за перестройку. Государство внутри женщины погибло. Сейчас бы за 20-летний юноша и девицы какие были. Земля-то пустеет. А она не будет пустая. Тут как-то генерал армии, он генерал, кажется, лейтенант Ивашов, там, Родионов генерал армии, говорили, напротив одной там разбросанной дивизии на востоке, 120, 100 дивизий китайских стоит. Там Никита Михалков показывал, какой вариант, как забрасывают, уже полсибири отхватят сразу. По Библии же земля сгорит тайно. Как? По Библии же земля сгорит полностью. Да. Но мы не знаем в какой момент. Мы знаем это сгорит. Что за это? Да. Мы знаем события в политическом плане будут, что один еврей будет над всем миром. Один в Иерусалиме сядет как Бог. К Фессалоникийцам 2, 2 глава 4 стих. И где он будет? В Иерусалиме. А там, а я как-то стоит, все уберут. Будет не мечеть стоять, а храм. И он будет 3,5 года, 42 месяца. Но предварительно у него 3,5 года будет подготовка престола. То есть пораньше придет. Вот сейчас учат там электронный паспорт, нельзя получать. Но это священно начали, как считается, патриархия. Дали ответ очень подробный и правильный. Вот мы поехали за рубеж, когда книги развозить по библиотекам. И паспорта получать надо, а там снимают отпечатки. И там все. Ой, все, печать приняли. Я говорю, а как ты узнал? У нас тут один Сергей. Это все записано, как раз собрание было. Ну как? Вас же там садили, роговицу снимали. Ну снимали. А незримо поставили печать. Я говорю, у меня печать есть? Ну согласно этому, да. Я говорю, теперь смотри на меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ты видел крестное знамение? Да. Теперь считаем Ефрема Сирина, что никогда уже не совершить крестное знамение. Потому на правую руку начало. Ну тогда я ошибаюсь, говорит. Ну так что не ошибаюсь? Что ты глупишь? Печать ставить на чертанье. А самого Антихриста нету. Так не бывало. Сначала надо быть организацией, человеку, и тогда печать. Ну глупят просто какие-то оригинальные такие мысли. А Златоуст называет это бредней пьяных старух. Бредней, что попало. Пьяная, да из ума выжившая. Надо любое дело подвергать анализу через Священное Писание. Что сказали святые отцы каноны и как по житиям выглядит. Оно тогда уже контур будет ее более точный. Понятно. Вы на сайте у нас были? Видели там 55 папок стоят вертикально? Да, я себе. Ну на Ютьюбе самое интересное. Это не на Ютьюбе, это на сайте. Да, да, да. Я знаю. Ну как бы там, да. Вопросы и ответы. 4124. Это мне студенты задавали. В милиции, по радио. Я вел три программы. Ну, человек смотрит, и они не могут ничего. Против меня воюют. За 8 месяцев это я 9 тысяч только в черный список занес. Со скверностов. 9 тысяч человек. Мало того, считай, 220 роликов против меня выпущено. А мне какая-то беда. Это написано награда. Велика ваша награда. А они что-то говорят. Ничего правильно они не говорят. Они придумывают. Один голову мою отрезает. К другому месту прилепляет кому-то. И там нехорошие дела. Ну, я обнаглел. Алмазов фамилия. И узнали, где я попросил его Ржиба. Ну, просто безобразнейшее. Я тогда написал в прокуратуру. Это в Казахстане. Там мигом разобрались. Все убрали. Что там с ним было, я не знаю. Но из прокуратуры пришел ответ. Все убрато. То есть, не оказывается, ничего попало. Я бы каждому мог подать там и что-то. А мне зачем? Это награда. Но тут начал трогать мою жену. Голову отрезает. Ну, всякие мерзости. Сардебек какой-то. Алмазов. А вот во Франции Ноттердам-де-Парис там горел, да? Да. Ну, никакой роли для нас не играет. Какая разница? Какой храм горел? Я вот видел, смотрел. Там много католиков. Молодых. Как бы, да, ну, то есть, такие нормально выглядящие. Они вот стоят на коленях, там молятся. На французском поют. Уже пожертвовали больше миллиарда евро. Представь себе, миллиард евро. Это что такое? Да. Вот мне кажется, если бы в России было так уже, то как бы там три старушки бы стояли, может быть. Еще нет. Зачем этот шпиль-то кверху? Вот он и не нужен. Посмотри про храмы православные. Как луковица и все. А это тянут, куда тянут, а сами в грязи лежат. У них, даже не выскажешь, сколько всего. Все эти инквизиции, крестовые 11 походов. А нас сейчас мусульмане ширяют. Но я говорю, мы не католики. Да, православные. Православных тоже хватает. Там Иосиф Володский все подбивал князя. Казнить, казнить, казнить надо еретиков. Как казнить, когда Господь говорит... Извините, а вам не кажется, в России меньше верующих, чем даже в Европе? Хоть и говорят, что там как бы все неверующие. Ну, мы бы... В Европе больше и более христианский народ. У них там вера-то такая. Я уже давно об этом писал, говорил. У меня вот в этой книге написано «Человекоубийство и ложь Ватикана и гордость папства». И в «Патимская трагедия или надежда». Три статьи вот в этой «К истинному православию». Там все данные написаны. Сколько пустых этих... А в России-то еще все хуже. Ну, я не могу сравнивать. Больше не больше. Информации полной нет. Да дело не в информации. Дело в том, что если мы... Я знаю католиков, которые там. И вот в Испании. Они узнали о нас. Они постоянно помогают, высылают. Узнали, что ко мне одна едет, а денег нет. Они сразу и деньги выслали. Нужно детям... Вот увидят, что у нас нападает. И как бы не уничтожили наш Ютуб. Сразу же они там выслали тысячу евро. Чтобы сделать копии, туда отослать. И мы все туда уже отвезли. Чтобы другой канал открыть. Сохранить это сокровище. А они, католики... Ну, прилепились. Все книги мои выписали. 38 томов. Купили. Нет, мне, к сожалению, идти надо. И я могу вам позвонить, да? Все. С Богом. Так... Казать можно вам будет, если что, по скайпу? По скайпу можно будет. Ладно, все. До свидания. С Богом, да? Да. Спаси Христос.